Развитие сотрудничества и контактов в разных частях света. Президент сегодня провел совещание с руководством правительства, администрации и МИД. В первую очередь говорили о предстоящих международных встречах. Это обсуждение можно считать подготовкой к череде переговоров Александра Лукашенко с зарубежными коллегами. Год был напряженный, отметил белорусский лидер. Ряд визитов главы государства был перенесен на зимний период. Одно из перспективных направлений для работы на юге, как было сказано нашим президентом, «За Африкой будущее». И эти слова задали тренд в продвижении на перспективном континенте. За место под солнцем там борются Москва и Пекин, Вашингтон и Брюссель. Беларусь приходит в регион без колониальных замашек, с выгодными приложениями по сотрудничеству в самых разных сферах. Готовы поставлять технику, совместно работать на продовольственную безопасность и в добычу полезных ископаемых. Готовы делиться технологиями и компетенциями. Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости визитах в африканские страны. Но все мы должны понимать, что это дальняя дуга нашего сотрудничества. Но это не значит, что дальние страны. С некоторыми мы имеем хорошие отношения, торгово-экономические в том числе. Это прежде всего, особенно Зимбабве и через Зимбабве на другие соседние государства. Кстати, идея, которую мы договорились, которую достигли Нангабве во время переговоров с президентом Зимбабве, что мы должны подключить Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике, я имею в виду продовольствие, продукты питания, детское питание, здравоохранение, чтобы мы могли им помочь в чем-то, передать им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции. Этот узел, дальше экваториальная Гвинея, они нас ждут, насколько я понимаю. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана дорожной карты сотрудничества с ними. Вопрос, как обстоят на сегодняшний день дела. Мы с президентом, скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда, но я хотел бы услышать, как подготовлен этот визит. Там мы договаривались о конкретной дорожной карте, в плане, абсолютно конкретном плане, что мы можем сделать в этой стране. Ну и через экваториальную Гвинею, как меня просил президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь, прежде всего, в технологиях соседним государствам. Ну и поскольку все-таки в Арабских Эмиратах я буду находиться, я буду вести с ними диалог с этими главами государств и, естественно, все вопросы, которые касаются Объединенных Арабских Эмиратов. Хотел бы, чтобы вы меня проинформировали о ситуации в торгово-экономическом отношении с Китайской Народной Республикой. Очень важная для нас страна, естественно. Очень много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношениях с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали. На уровне премьера намечены переговоры в Турции. Президенту важно услышать, как продвигаемся там. Работа правительственной делегации должна основательно подготовить почву для диалога лидеров. На совещании обсудили также вопросы внутреннего характера. Речь прежде всего о функционировании экономики. В преддверии праздников Александр Лукашенко дал ряд поручений по обеспечению продовольственного рынка. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Ну, слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительница. Особенно малые города и агрогородки и деревни. Это наши люди. Это не богатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников и жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех. Я это говорю, потому что в последнее время ко мне, я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства. Но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку на то, что люди есть люди. Чего-то не понравилось, настроение плохое, через интернет обратились к президенту. Но дыма без огня не бывает. Поэтому я вас предупреждаю. И вас, Леонид Константинович, прежде всего, чтобы вы не только занимались там всякими безобразиями типа молочного дела, но чтобы вы видели наших крестьян. Вы, кроме всего прочего, ответственны не только за Белкопсоюз, но и за вопросы сельского хозяйства. Они также входят в ваши компетенции. Ну и другие вопросы, которые у вас могут возникнуть, по которым были даны поручения президента. Поручения президента направлены на обеспечение стабильности и бесперебойной работы на внутреннем рынке. А усилия на внешнем контуре позволят укрепить экономические связи в разных регионах мира. Продолжение следует...